Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Наверняка вы слышали о том, что многим инвесторам компании Агам и ФВА звонят люди, которые представляются сотрудниками компании и предлагают свою помощь в выводе средств. Давайте послушаем, как проходит такой разговор. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасьте, Альберт. Да, здрасьте. Кто это? Меня зовут Анастасия, я представляю компанию Atlantic Global, финансовое отделение. Скажите, вам удобно говорить? Да, говорите. Альберт, дело в том, что компания закрывается и мы позвоним вам сейчас в базу клиентов, с которыми сотрудничаем. Как я вижу, вы являетесь нашим бизнес-партнером, правильно я понимаю? Угу, слушаю. Хотела бы оповестить вас о том, что в вашем личном кабинете сейчас есть сумма, доступная к выводу в размере 478 евро. Угу. Вас интересует вывод средств? И каким образом это все делается? Если подъехать к нам в офис, забрать наличными средствами или же осуществить вывод на банковскую карту, как вам будет упомнение? К вам в офис подъехать. Наш офис находится по адресу город Москва, улица Малосадовая, 15B. Угу. Понял. Во сколько можно? До 7 часов работаем. Можно в течение двух дней подъехать. Сегодня, завтра и послезавтра. Все хорошо. Сегодня подъеду, спасибо. Вы адрес запомнили? Запомнили? Да, да. У меня телефон записывает, там разговор. Малосадовая, там... А, телефон разве не записывает. Малосадовая, 15B. Смотрите, я вам повторяю. Первый вход. Поднимайтесь на второй этаж. Что вы увидите вывеску Атланти Глобал? Заходите, к администрации подойдете, они вам все объяснят. Хорошо. Вас с собой возьмите, пожалуйста, паспорт обязательно. Хорошо. Все, до свидания. Тогда мы ждем вас. Итак, звонит девушка, представляется сотрудником компании Атланти Глобал. Хотя, позвольте напомнить, что вообще-то с августа 2017 года компания Атланти Глобал, как и Квестер Уорлд, на территории Российской Федерации и Европы вообще уже не работают. Здесь действуют компании Леонора Свис Консалтинг и Файвинс Эссет Менеджмент. Ну ладно, может быть, девушка для упрощения вместо «фу вам» сказала «агам». Ладно. Интереснее другое, что она называет точную сумму средств, которые находятся у человека в кабинете, на вывод. И заметьте, человек ее не поправил. Он не сказал, что там другая сумма. Похоже, что та сумма, которую девушка озвучила, что она действительно точная. И это уже вызывает вопросы. То есть, получается, у этой девушки или с кем она там работает, есть доступ к личным данным инвесторов. Например, доступ. Они знают номер телефона, по которому нужно звонить. Они знают имя человека, как к человеку нужно обращаться. А также они знают, какая сумма на вывод у него стоит в кабинете. Согласитесь, это уже интересные вопросы возникают. В связи с этим возникает вопрос, удалось ли кому-то из инвесторов поехать по указанному адресу Малая Садовая 15B, найти там офис компании «Агам» или «ФУВАМ» и удалось ли получить какие-то средства. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам известно по данному поводу. В данном случае инвестор выбрал вариант получения денег наличными в офисе. Но некоторые выбирают вариант получения на банковскую карту. И в результате те, кто звонит, начинают требовать предоставить им данные банковской карты. Причем такие данные, которые, в принципе, посторонним людям знать не положено. Например, код безопасности – это те цифры, которые расположены на обратной стороне карты. Так называемый CVC-код. И это, в общем-то, говорит о том, что совершаются мошеннические действия с целью украсть средства с данной карты. Некоторые партнеры провели собственные исследования и выяснили, что номер, с которого часто звонят инвесторам компании «Агам» и «ФУВАМ», номер выглядит вот так, плюс 7 499 350 67 51. Данный номер обслуживается компанией «Тилан». И предлагают написать в поддержку компании «Тилан» на имя генерального директора такое сообщение. Доводим до вашего сведения, что с номера такого-то осуществляются звонки мошенниками, которые, называя себя представителями компании «Атлантик Глобал Ассет Менеджмент» и «Агам», просят данные банковской карты, включая CVC-код. Когда им отказывают, реагируют неадекватно, используют нецензурную брань и угрозы. Просим заблокировать данного абонента. Если вам или вашим знакомым поступали подобные звонки и вы сделали запись разговора, присылайте, пожалуйста, мне или напишите в комментариях, как все происходило. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Продолжение следует...